Да, всё-таки ФБшечка. Катафа из-за у гирокоптера, кстати. Он нормально сейчас будет нарезать, причём ему сейчас подвигается. Сразу тангусов надавали, полный инвентарь. И сейчас он, по идее, должен откушиваться. И у бульдога проблемы, у него реально проблемы, потому что нюков там достаточно всё-таки леший. Стан молнии — это такой вот боевой леший, да, не пушащий. А вообще телекинез, вот это всё даётся... Ну, rocket barrage, да, ракетка какая-то. Плюс ракетка, ещё потом стан лешака влетает и молния лешака. А тут вообще беда, беда полная. На самом деле, Сайлар неопытный, он не качает ракету, хотя ракета при данных обстоятельствах нереально сильная. Мало того, что лишний стан, которого вроде недостаток, потому что у вас только инициация со стана начинается, да, телекинез плюс стан от лешака. Но стан непродолжительный. Для того, чтобы убить бристалбека этого мало, как мы видели только что. Он почти ушёл. А вот ракетка была бы отличным дополнением данного ганга-тряда. Да, плюс какой-то там минимальный ещё дополнительный урон был бы к этому всему 50-ка хотя бы. Не всё могло быть, но вот расчёт на флэгкэнон есть. Подхарасить, подхарасить, а потом зайти через всякие станы, контроль. Законтролить соперника таким образом. Лода прыгает на ротикей, ротикей проблемы, фарфлай кинул, и ротикей всё равно здесь не уходит, потому что его привязали. Вот оно, использование Shadow Demon. Да. Отлично. Не просто так. И сейчас все в чатике. Ну я же говорил. А всё так просто было, да? Нет, на самом деле есть много разных использований просто для этих вещей. Ну, можно кучу разных героев брать. Есть другие юниты с контролем. Да, да, да. Ну, Shadow Demon в данном случае со Сларком, да, неплохо зашёл. Окей. Я же говорю, тот же Рубик, которого забрали вич и гейминг, выглядел бы тоже неплохо. СФО. Нашли СФО. Но здесь тоже есть что воровать. И Doom, и Лосо. Всё что угодно можно воровать. Потом С4 понаглёблю Су. Его увидели. Супер. Вместе со своей бандой, по идее, будут выходить сейчас на СФО. Есть у Doom Doom. Есть хоста. Есть фейзы. Ворды прилетели. Поставили ворды. Ну всё, то это, по идее, выход на СФО должен быть здесь. Супер. Есть же батл, в котором есть хоста. Нет, расходят всё-таки саппорты команды вич и гейминг. Ну, кстати, идут вниз. Тоже немного непонятно. Возможно, побоялись телепортов, сейв телепортов, я имею ввиду. Потому что... Ты видел, Бульдог что сделал? Doom с хостой. Что Бульдог? Посмотри, где Бульдог. Тэп-аут. Он такой лютый. Он истукался одного герокоптера. Не, но у него тут вард стоит. То есть он видит, что тут ещё есть саппорты. Ну так, эти товарищи находились намного дальше. Ну, может, не просчитал, что он не успевает куда-то там добежать. Хотя вот герокоптер по-прежнему у нас играет без ракетки. Он флакеноном крипов фармит. Ну, тут понятная затея команды Вичи Гейминг. Как остальная команда что-то делает, герокоптер фармит. Это 4 плюс 1, по идее. При этом плюс 1, который он себя чувствует вообще вполне достойно. И вот он, выход в мидл. Да, теперь уже точно выйдут. Там в смаке как-никак стоят. Но здесь уже есть лич. Правда, лич только четвёртого уровня. У него ни армора, ни чайника, естественно, нету. Сейчас этого лича видят. Да, увидели Аки. И Аки убьют, да. Станчик, всё есть. Ещё и молния дадут. Кстати, кстати. Да, там ещё Дум успел подойти вовремя. Дум, всё, всё есть. Если что, можно было и Дум накинуть, если бы он совсем пытался убежать. А здесь Дум под инвизом. Смотри, это выход на СФО. СФО может не успеть ничего дать. СФО. Супер. Рубик, Телекинеш, 4 секунды. Повесили Дум. Есть Станчик. Ещё один стан влетает. Дум идёт. И молния не отпустят. Очень чётко достаёт молния. Сатира! Боже мой! Сатир! За что? Вууууу. Вот это хелпа. Мне, ну, кстати, Магнус-то только что там воевами закидывал сатиров. Сатир ему, видимо, тоже отомстить решил. Такие. Злодостаютные. У suficiente. Вуаааай! Сосидит С4 и понимает, что карма его настигла. Ситиры 3 счёт. Сатиры не такие безобидные, как кажется. Нечего, парные. Герокоптер. Ульта по Бульдогу. У Бульдога 290кп. У Бульдога 2стика, но фласочка есть. Он пивается. Пугает, пугает. Сайлор сейчас очень сильно пугает бульдога. Да, ну понятно, что сильно пугает. Бульдожа, в принципе, понимает, что Рубик пока в центре. Но Брахарасил, герокоптер, его основательно заставил потратить хилочку. Сейчас Родаки, скорее всего, какой-то тангус вручит в своем тиммейте. Пошла куча смоков. Лич или Шрак, мои два любимых героя, покупает по смокевичу. И Рубик закупает себе Аркан Буцея. Он уже почти пятый уровень. Правда, чертый левел у него. Вывлок. Тут еще поднять-то можно. О, кстати, пятый будет. Магнус у нас через Пауэр Трэдс, между прочим, играет. Первая небольшая неожиданность для меня. Возможно, я давно не следил за Магнусами, но обычно я помню, что через Арканчики пытались играть. Здесь боевой Магнус. Здесь боевой Магнус. Ну вот, смотри, выходит Шедо Демон. Так, выходит герокоптер. Герокоптер, колдаун. Лич сейчас стрянет. Хорошо лив попадает под колдаун, но тут уже лода. Ну и четверо или... Даже пятеро игроков Альянс внизу. Отличная инициация. Да, и нормально разобрались. С Рубиком разобрались. Правда... Ну, ульти не потратили здесь ничего особого. Там вот, как было, у Бэтрайдера главный вопрос. У него шестой уровень, 1200 золота. И девятая минута вот уже подходит к концу. До даггера ему еще далековато фармить. Тут нету много спаунов. Крепочки только-только сейчас появятся. Сларк у нас играет через Мидас. Не видал я таких Сларков, которые не боевые. Которые фармящие. Ну и, конечно, не всегда это хорошо выходит, когда вот Сларки предпочитают фармить, а не драться. Тем более здесь Магнус, который тоже такой боевой Магнус. И, по идее, вместе с боевым Сларком они образуют какое-то братство. Боевое братство, да. Ну, сейчас посмотрим, как будет дальше себя Магнус прокачивать. В какие архефакты он будет выходить. Мом, Баттлфьюри, Криты. Все. Изи каточка. Посмотрим. Окей, хорошо. И Сларк пока делает башер. Можно эти драться постоянно. Мне нравится. Капсом в чайнике. Почему Брест не ультанул, нищие? Это же мы начинаем заряжать своей аурой людей в чатике, потому что у нас постоянно там много людей. Станы не качают, там Личи, Станы не качают. Еще кто-то Станы не качает. Решил так обойтись. Да, да, да. Может быть, сойдет. Бульдом получил время пофармить. Просто по максимуму его реализовать пытается. Здесь же есть два варда, кстати. Командуйте друг другом. Вот здесь, да, еще и Атка. Так, что там у нас? Мангерка Тавра упадет. Да, потом Дергичка Утума, Сайлор, Ротикей, вся команда. Ну, тут, кстати, трое уже пацанов. И Магнус, конечно, пока еще без Даггера. Мидас покупает гирокоптер. Видимо, увидел. Видимо, увидел. Заметил. Он знал. Заметил, да. Так, слово я подобрать, что у Сларка есть Мидас. И решил сам тоже собрать себе мидов. Кстати, вышка у нас что, не Денайбл? Нет, не Денайбл. Поэтому заберут ее, скорее всего, сейчас со второго захода. Ребята из команды Вич Гейминг. Или не заберут. Там тележка подъезжает. Тут сложно зайти. Здесь есть Магнус. Восьмой левел. Есть ультимейт. У Сларка тоже ультимейт. Будет прыжок. Правда, ЕГМ должен вот чуть-чуть-чуть экспы получить, для того, чтобы все замечательно было в драке. Для того, чтобы была ульта. Также, а тем временем, Акки получают возможность отпушить мидл. Ну и Бульдога пока никто не трогает. А Бульдог будет выносить айтемы. У Бульдога еще немного. И Вангвард уже будет. И дальше все проще, и проще, и проще разбегаются. Вич Гейминг не получилось здесь зайти. Возможно, пойдет в мидл. Ну и внизу все это время стоит фармить себе Адмирал Бульдог. Его никто не обижает. У него восьмой уровень. У него денег вроде достаточно. Скоро уже будет Вангвардик. Так что на Изичах он сможет воевать. Проблема в том, что если ребята из Альянс не будут воевать, то Герокоптер будет с ними воевать через минут сорок. Тут Батрайдер уже будет воевать. У Батрайдера деньги вот-вот появятся, чтобы купить даггер. Да, причем смотри, он хочет, не отходя от фарма, принести себе этот даггер самый. Его замазывают маной. Рубик ему еще там дольет через восемь секунд. И там еще Дум, если бы на него фасочку закинул. Ну хотя Батрайдер и так регенится неплохо. Да, у него там транквил, он себя отлично чувствует. И пока что без даггера летит у нас Батрайдер. Хотят забрать Бристалбека. А телепорты, телепорты Альянс... А нет, тут ТП-шек-то. Есть у Лича, Лода не прилетит. И... Ну, Фрид, нет, нет. Там только у одного, кстати, телепорта нету. И скорее всего сейчас эти телепорты и пойдут. Да. Есть у нас Магнус. Три целых ТП-шечки. Адмирала Бульдога увозят. Это минус Бульдог. Магнус заехать не может. Сразу же ловит Doom to the face. И за ним уже погонят. Ультимейт от ЕГМа. Все, тут уже не догонит. Не ротканит. Сработает. Конечно, сработает. Лишку, по идее, должны потерять диски. Да, там первый диаболик Лишрака есть. Телешка стоит. Без Бристалбека воевать нет смысла. Но! Команда Вич и Гимминг не так проста. Они, видимо, думают, что есть смысл воевать без Бристалбека. У Батрайдера появляется таггер, и они просто уходят. Вот это неожиданное решение. Вверху тавр добрать-то можно. А, там Сларк просто воюет против гирокоптера. Вот в чем дело. Сларка здесь увидели. Сларк. Лода. Прыгнул. Ну, все, Лода ушел. Ротикей чекает. В Ротикей, правда, аманы нету здесь особо. Да и лассо на КД. Половинка КД еще. И все. На этом закончился. Весь экшен наверху. Так. Окей. В поисках в лесу кого-либо. Никого нету. Ладки есть инвалк, нужно использовать. Смотри, 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 подходит Рубен. Телекинезирует. Ой-ой-ой, какой же там все-таки дамаг-то залетел только что по С4. С4, в отместочку тоже вайв. Вот Сатир с тобой так же делал. Я бы на твоем месте задумался о подобных вайвах. Бывали дела. Ага. У Сатиров. Сатир до с этого миду выйти, но тут сразу же его успокоили. Сказали, что они все так просто. И в миде особо не поформить. Ну и там Блода пошел, поставил Вардецкий. Вот чуть-чуть не хватает возможности команде Аля Алайн сейчас где-то подпушить, где-то подфармить побольше. В этом как бы весь прикол. То, что у них воюющая комбинация героев, и они не воюют. Это проблема. Как ни крути, Сларк хреновый хардкерри. Вот он реально плохой хардкерри. У него в принципе ульта неплохая. И у него способности они относительно неплохи, да, как для керри героя. Но это против соло-таргета. И если у тебя есть шанс забрить за время ульты одного героя, тогда ты крут. То есть ты убиваешь одного героя, в тебя там все вкидывает, ты это все сбрасываешь в себя все эффекты, там добиваешь одного. И сразу убегать. Потому что без своих вот этих всех обилок Сларк абсолютно юзлесс. Сларку нужно вот было сейчас все это время, которое длятся непонятной драки, идти самому начинать впрыгивать, прожимать ультимейт и драться. Ну типа да, просто сейчас люди могут сказать, что да ладно, многие герои в изобилок юзлесс, но на самом деле там модные в последнее время, даже тут же Рейс Кинг, у него там куча пассивных способностей, которые ему помогают во время боя. И его команде помогают. Марта точно так же, Войт, Аэм. Много героев, которые хороши, вот даже если у них отключить, собственно говоря, свои способности. Ну и не будем забывать, кстати, про Дума и Адмирала Бульдога, который, скорее всего, Дум будет именно в Бристла кидать, мне почему-то так кажется. Магнус не настолько лют. Ну, не знаю, вот Лича, надо Лича вырубить, вот вырубить Лича и кинуть Дум на Бристлбека. Все, драка будет выиграна определенно. Ну, может быть и так. Бульдог. Здесь не один Акке, рядышком Лода. Пойдут ли Альянс? Здесь, возможно, будет встреча, увидели Геррокоптера. Нет, не вид еще Геррокоптера. Нужно немножечко ближе подойти. На Ротикей будет выход на ХГ и должны Альянс отступать. Да-да-да, Лода отходит. Ротикам. Нет, не стал пока что взлетать. Проверил спауны. И спаун зафармлен. Хм. Должно натолкнуть на мысль о том, что здесь кто-то был. И появляется у Магнуса Даггер. Ну да, и три героя, возникшие на верхней линии, тоже должны намекнуть на то, что там кто-то был. Да, не спроста они там очутились. И убегает. Убегает и Бульдог, и Лода. Хотя нет. Нет, нет, все-таки уходят. Думали на развороте пойти, но в итоге решили, что лучше отступить обратно. И в своем лесу продолжают или начинают фармить Вичи Гейми. Тут есть неплохие спауны, которые игрокоптер должен забирать сейчас. Ну вот, смотри, у Лода есть два, по сути, бесполезных артефакта, если нет нормальных драг. Не, ну Мидас он полезен, если нет драг, да, потому что ты формишь. Но Даггер пока не реализуется. И он только-только себе его принес. И сразу же был провязан смот. То есть Alliance прекрасно понимает, что нужно делать. Но получится ли у них сделать то, что они задумали. Вот это тот вопрос, на который сейчас Вичи Гейминг скорее всего дадут ответ. Они тут сейчас врубили команду 5 и... Они просто не включаются группами. Точнее, что что-то у демон кидал постоянно свои обелочки на просвет. Ну вот Магнус, да, из смока Магнус спалился. Сейчас залетает РТК, палит всю контору, понимает, что тут стоят Эйншенты, залетает во вражеский лес и пошел дальше фармить. Вот, первый выход Alliance не удался. Сларк пока что не реализуется. Вода продолжает фармить. Но при этом у него есть Даггер, который ему фармить никак не помогает. При этом есть Супер, который продолжает фармить, и при этом есть Герокоптер, который также продолжает фармить. Вот вся разница между командами. Да, просто понимаешь, вот Лост в таких ситуациях очень четко говорит, что если вы собираетесь фармить, то собирайте артефакты, которые вам помогают фармить. Ну, Даггер особо не помогает. Да, Даггер в этих делах не особо хороший помощник. Мидас это, конечно, ок, но у Герокоптера-то тоже есть Мидас. И Герокоптер, в отличие от Сларка, фармить-то покруче. Да, сейчас своих обилок. И посильнее он будет в Супер Лейте. Он уже себе почти накопил денег для того, чтобы купить БКБшку. А с БКБ уже и подраться не грех. Да, просто когда появится какой-нибудь там Блэкинг Бар... Ну, я имею в виду, что как только наступит у нас тычка там шестислотового Герокоптера против шестислотового Сларка, если Герокоптер грамотный, то этот Герокоптер в случае, если Сларк будет нереально силен, там вплоть до Израил Блэйда сможет себе собрать. Вполне возможно, да. Да, потому что, да, как ни крути, Сларк, он силен в соло-каточках. У нас проймали Дума. Дума хватанули и забрали. Просто еще и лода. Просто четверо жмиди. Да, тут, думаю, шансов было не слишком много. Шадоу Демон там ни при чем. Да, тут причем Магнус, который дал реверс. Да, и... Был реверс, а вот ДКБ появлялась у Герокоптера. Можно и поддейфить миддл. Кстати, да. Кстати, можно. Несмотря на то, что я по-прежнему ничего не украл, блинкаут от Магнуса, получил все-таки он молнию и крипа тут добивает, все, а дейфились. Не должны боковать здесь больше, а лайн должны расходиться. Говорят, Сларк круче в лейте за счет пассивки. Вы понимаете, что пассивка набивается спустя время, а Герокоптер за это время готов, способен убить всю команду. Если Сларк останется один... Герокоптер сделает трапиру себе и... Да, то есть Герокоптера там с большим количеством слотов он суппортов не прощает. Он никого не прощает. Да, все, что попадает в зону действия Герокоптера, в зону поражения, это 1000 АОЕ, это немало. Это все будет умирать рано или поздно. А вот Сларк, он время тратит. Причем бьет он одного героя, а не всех сразу. Вич и Гейминг решили всей командой сделать ВКВ. У Дума тоже ВКВ появится скоро. Ну, правильно, правильно. Лич, Лич очень сильно надоедает. Не будет теперь дамаги ни от товарища Сларка с его кастов, у которого как раз идет акцент на каст. Ротикей хватанули, в медлене нету реверса, маны также нету. И Шадоу Демон подсейвил как царь! Да, почти. Почти подсейвил. Ну вот, собственно говоря, Шадоу Демон был недалеко. Если чё, и что-то у него не получилось. Что-то пошло не так. Не, ну мы-то с тобой сейчас будем подкалывать каждый раз, потому что мы тут сидели, наезжали, наезжали. Нам же надо как-то оправдываться, правильно? Что он бесполезен. Но вот примерно то, о чем я говорил, на самом деле. Такое будет не всегда, но оно будет часто встречаться. Подобные вещи. Ну, он может вот сюда уходим. Постоянно кидать. И все будет неплохо. С крипами можно воевать, пока не верю. Так, у нас Финрир, халатанули, но тут лода. Ну, вот, 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 вот. Сларк собирает Скади. Поздравляю, ГГВП, ВИЧ и Гейминг 1.0. Все ли к тому, да. Если это Брид Скади, а это будет Скади. Варьих вариантов нету у лоды. Из того, что возможно выбрать. Я даже не знаю, но... Что тут? Я не понимаю, почему... В рекомендуемом есть. Да, в рекомендуемом есть. Кстати, отличный аргумент. Так вот, я не понимаю, почему нужно Скади первым айтовом. Потому что я уже объяснял, да, если сравнить с Хард 100. Ой, магнус хорошо заезжает. Отличный реверс. Ну, и вот она комбинация. Вот, отличное исполнение. Дум только единственный успел поражать БКБ. И он, скорее всего, вряд ли отсюда уйдет. Его должен догонять Адмирал Бульдог. Или не должен. Рубик говорит, мистер Стараночку, пожалуйста. На развороте. Рубик жертвует собой. Потрясающий врыв от магнуса. ВГ, видимо, давно против него не играли. Вот, если Алайнс будут делать все именно так, Сларк тут вообще нафиг не нужен. Вместе с Шадоу Демоном. Шадоу Демона вообще не было видно его. Магнус, Лич и Бристлбек. Эти три героя раскатают всю команду, если вся команда будет подставляться. Ну, мы видели просто, что пытался делать Сларк. Он дамаги вообще практически не уносит. И поняли, что действительно БКБ необходима команде ВГ. Сларк только одну цель может бить и все. Ну, да, там... Сларк, Сларк, да, Сларк непонятно. Просто будет хилл Магнусу. Который будет идти... Да, вот такой вариант неплох. Хотя лучше под этот Блдстоун собрал другой вот такой вот парниш. Не, Магнус тут просто красава. Отличный врыв, четкий тайминг. Подобрал момент очень грамотно. Тут вообще никаких претензий к команде Альянс быть не может. Ну, я говорю как раз про часть команды Альянс, Лич и Магнус. Отличная комбинация. Мы четко увидели, как это должно работать. И так должно быть дальше. Да, Густав Магнусон, если кто не знает, как его зовут. Да, это у него фамилия Магнусон. Он такой себе. Ну и пошли Вичи в атаку по Медлу. Нужно Тавр, опять, добирать последний Т-1, который остался в Медле. И тут еще и Ротик Кей пошел все увидеть. Кинул на палм, ВГМа увидел. Тавр рассыпается. Короче! ВГ такие говорят, пацаны, мы развели Магнуса на ульт. Пошли вышку пробушим, да. Часть правды, да, доля правды в этой шутке есть. Потому что ульты у Магнуса действительно нет. И это шанс зайти на Рошана. Слушай, шутки шутками. Да, ульта у Магнуса появилась. Все норм. Все, можно идти драться. Можно идти драться. А у него кулдаун на телепорте 17 секунд. Вот это неприятно. И у нас получается размен Тир-1 Тауэр на топе на Рошана. Не самый приятный размен. Все-таки еще и СПА там упадет. Для ВИЧ и Гейминг. Я Егис, конечно, такой. Так, решающий. Решающий ваш БКБ-шкин. Дум Геракоптер с БКБ это окей. БКБ также нужно Трайдеру определенно. И всем остальным, я думаю, тоже не помешает. У нас тут как-то было, как обычно, супер ТП. Но это Айгис у нас кто-то подбирал. Да, залетает у нас Герыч на топ. Вот так вот они забрали. Да, Тайер можно добить. Сейчас, сейчас, сейчас. Денайбл не добили, ладно. Увозят Бетрайдера. Ну, на Бетрайдера плевать. Это такой себе товарищ. А вот то, что Сайлор улетает, это вроде как плюс. Да, там за Алода еще едет ракета. Ракета попала, ну и уходит в итоге Сайлор. Зачем-то прилетела команда Вичи Гейминг. Там даже не команда. Да, вот Бетрайдер зря сюда летел. Потому что Геррокоптер вроде уже всю работу выполнил. И никакая халпа ему нужна не была. Он уже слишком далеко находился от Альянс. И сейчас будет летать на Дума. Дум очень битый. Несмотря на то, что Дум с Меккой. Ну вот, Ростой. Ну вот, Дума, Пуржиру, БКБ. И такие, ребята, пора бы отходить. Да, и правильно все делают. Магнус по-прежнему ульту не тратил. Лич ульту не тратил. У Дума БКБ теперь нету. Хороший развод. У Дума БКБ теперь уже 8 секунд. Да. Все меньше и меньше. В Альянс вроде бы хоть и проигрывают так глобально себя посмотреть. Но исполняют все хорошо. Да и сильно боятся теперь Вичи Гейминг. Да, вот нам там сейчас рассказывают про то, что да, Сларк с Эмпауэром хорошо будет нарезать, допустим, в Реверс Полярити. Я говорю о том, что тут зависит многое от исполнения. Если, как мы обычно любим, да, как в голливудских боевиках, Магнус ловит пятерых, туда залетает чайник, что до демон пять зарядов успевает накинуть яда, Сларк под Эмпауэром там всех нарезает. Это все очень круто, но... Блин, что же такое? Но если хорошо, грамотно врывается Дум, ему, правда, пока нечем врываться Даггером. Если классно все сделает Рубик, это уже... Да, если хорошо, все грамотно сделает Рубик, допустим, украдет Реверс Полярити и туда уже даст свой проказ. Гирокоптер, Лишрак, там, Бэтрайдер кого-то первым выловит. Например, поймает Бэтрайдер какого-нибудь Магнуса и все. И вообще вся комбинация накрывается медным тазом. То есть тут все зависит от исполнения. И с одной, и с другой стороны возможны определенные крутые моменты. У Альянс все выглядит, на самом деле, попроще. Вот команда Вича Гейминг требуется просто держать хорошо позиции. Вот так вот втроем стоять почаще и прям вот-вот-вот... И все будет хорошо. ...персики сладенькие, да. Тем более у Магнуса есть ДДшечка и под Эмпауэром... Да, вот он подходит. Подходит, и говорит... Ага, братья, вот еще раз, пожалуйста, встаньте, как вы пару секунд назад стояли, а то я не успел... Нужен повтор. Да-да-да. Вот-вот, собрались. Вот. Сларк пошел. Но это минус драка. Тут надо уходить срочно. Дум. Дум. Нужно вот байтить, байтить дальше на Лоду. Все, Альянс отходит. Хотя поймали Лоду. Лоду поймали, это большая проблема. Сейчас пошел у нас колдаун. Лоду подсейвил немножко Шадо Демон. Лоду продолжает пробивать. Лода, Лода живет, но не выживет здесь ЕГМ. Хотя выживает Сларк. Все нормально. Драка от Альянс такая... Получилось не до драка. Они вообще не воевали. Вот в чем дело. А Адмирал Блюток начинает быковать. Он сейчас стягивает на себя людей. И вот он, бэтрайдер. Прыгает на С4. И С4 убивают. Ну а дальше-то что? Дальше нет у нас Чайника. Чайник улетел. Улетел он причем по Рубену. Сларк прыгает. Сларк хорошо ловит Сайлора. Сайлор отстреливается. Лода, Лода, Лода. 88 хп сбивает. А Айгис сейчас Геррокоптеру. И отличный станет лишь Рока. Ловит Адмирала Бульдога. Тут в спину получает много дамаги. 160 хп. Байбэк был. Да, да, да. Был байбэк от Магнуса. И все. Вся комбинация накрылась. Альянс вообще не дрались. Потому что их только что избивали как детей. Они там бегали, что-то кайтили. Но драку они никакую не показали. И на самом деле это огромный для них плюс. То, что они сейчас вообще тут не отъехали всей командой. Повезло и смогли уйти. Ну и Вич и Гейминг тоже ошибались. Очень много. Очень много на тычку на две оставались. Чуть-чуть поувереннее по фокусу. И забирали бы. У Рубика, кстати, реверс полярити имеется в наличии. Между прочим. Да, но вот из-за того, что все-таки у Рубика пока ультимейт на первом левеле, реверс очень долго не проживет у Рубика. И нужно его использовать. Да, за три минутки желательно подраться разочек. Ну, у Рубика есть форстаф. То есть врываться уже вроде есть чем. Нужно еще найти на кого врываться. Ну, на кого врываться посмотрим. Говорят, что был реверс полярити. Если бы он был, мы бы его заметили. Если бы он был нормальный. Тот реверс, он мог быть, да. Он был, потому что его Рубик украл. Ну, да, да, да. Просто если бы он был там по трем-четырем пацанам, то, наверное, мы все-таки спалили этот момент. Так, что у нас там есть по опыту и голде? Ну, по голде 5 плюс УВГ преимущество, а по ХП как раз наоборот все. Так. Убратная реакция для Alliance. Угу. И нам тут зрители опять же в чатике пишут, что Брист в лейте адовый чувак. Я видел в лейте Бриста адового чувака, особенно когда он играет против Дума. Поверьте, он нифига не адовый. Потому что без своих пассивок и пшикалки это, опять же, ну, такой себе товарищ. Гирокоптер приобретает себе МКБ. У гирокоптера появляется дэмэдж. У него уже 200 урона с руки. У него БКБ, МКБ, БББ, в общем, много разных аббревиатур. Мидас, Фейсбутс. Нормально, он себе продолжает подфармливать. Сейчас еще очередное использование Мидаса. Да, у него хороший уровень, 15-й. 1366 хп, это не особо пока много, но, естественно, гирокоптер будет над этим работать. Ну, и вот. Мы остановились в ВГ. Все-таки не хотят Вичи идти еще раз драться. Хотя есть смоки, на самом деле пойдут дальше они. Все-таки реверс есть. Нужно реализовывать эту возможность. Есть Дум. Ну, он сейчас закончится, пока они добегут, скорее всего. Потому что очень-очень мало времени осталось у Рубена. И вообще никого не видят на карте сейчас Вичи Гейминг. Так что Рубецку нужно держаться немного подальше все-таки, если он хочет еще быть чем-то полезен для своей команды. Попытаются, попытаются еще. Идут дальше, наглую-наглую заходят в лес. А здесь можно найти Сларка. А здесь найдут Сларка. Ну и... Дум успевает кинуть, Бэтрайдер прыгает. Будет Лосок. Поймали Лоду. Но это, скорее всего, минус Лода. Не должны тут никто уже успеть его спасти. И ракетка, и стан, и все, что только можно было кинуть. Кинули БКБ, прожали и идут дальше. Да, пытался догнать ЕГМа, не получилось этого сделать. Ну и без Лоды минуту теперь остаются у нас ребята из Alliance. Летит Курьер. У Рубика больше нет ульты. Мистик Став летит к суперу. Ну вообще-то да, это Шива с Гвард, до которой не хватает совсем немножко. До рецепта Мистик Став просто некуда класть. Так, Рубик без реверса теперь печально, печально, конечно, для Вич и гейминга. Если бы еще реверс был, можно было сейчас драку устроить, победить и сделать счет 1-0. Ну и так, неплохо забрали Сларка. Получили преимущество небольшое. Выиграли время. Причем тут такая фишка, что у Дума сейчас действительно такой серьезный выбор стоит, кого же все-таки ультить. Либо вырубать полностью Сларка, который сам по себе, ну, такой неприятный, да, товарищ? Хотя у него просто ты не самые лучшие сейчас. Так вот, либо вырубать Бристлбэк. Который сам по себе очень жирный. То есть вырубить ему полностью там все пассивки, какие-то там резисты, плевочки, прочую вот эту канитель. То есть оставить голову Бристлбэк, у которого 1700 хп с АПТ на силу. Потому что Магнуса с Личом вряд ли получится вырубить, как ни крути. Магнус с Личом, это разве что Дум купит себе даггер и будет сам на кого-то прыгать. По-другому не получится. Главная задача сейчас у ВГ это охранять гирокоптера. Потому что гирокоптер, как мы знаем, убивает всех. Да, гирокоптера уже 200, даже 2200, он делает себе будет только артефакты на урон. Больше ему ничего не требуется. Ну, я думаю, бутерфляй какой-то следующим артефактом, скорее всего, заедет. Потому что с Ларку до Манки Кинг Вара еще очень далеко. БКБшечка от всех кастов, естественно, спасет. Так что с руки не убить будет. Ну и вот, стоит у нас здесь Вард. Вард, который... Вард видели. Ага, вот, видели, да, все его разбили. Есть геймбут райдером. Отлично для команды Вич и гейминг. Ну и вот он Бристалбэк, который с Виталити Бустером. Да, у Сларка, конечно, пока все не слишком круто. Статов много, но дамаг пока не самый мощный. Прокаст, прокаст очень сильный у Alliance прокаст. Прыгает Сларк. Куда-то он перепрыгнул. Опять Дум. Дум прожал живу. И Сларка цепанут. И... Сларка, да. Ну, все, забрали. Забрали здесь Сларк. Причем Дум полностью вытанковал на себе всю команду Alliance. Не то, чтобы они его там сильно били, но он не подпустил их к Сларку. То есть сейчас в меньшинстве должны драться ребята из Alliance. Мы видим Дума. Прячут. А тут ребята решили последовать первому правилу паба, судя по всему. Д. Ну там Сларк просто сделал байбэк. И поэтому вот так вот Вич и гейминг убежали. И это, кстати, правильно, мне кажется, что они вот так вот скрылись. Потому что без Дума драться будет очень тяжело. Тем более непонятно, выживет ли гирокоптер. Терять или не... После этого не заделать байбэк, терять деньги тоже не вариант. Лучше лучше отдать одного Дума, у которого на байбэк просто денег нету. Ну ничего, Дум без Дума особо полезен не будет здесь. Разве только там пойти, вытанковать, прожать Шиву. Да, без ульты не особо Айс. Но вот, видимо, Альянс предпринимает агрессивные действия. Заходят на хайграунд. Там сразу же их встречает гирокоптер уверенным огнем. Ох, хорошо, успевает Роты Као вернуться. Магнус остается без добычи. Надо Магнусу, не знаю, сачок сделать. Точно, здоровенный сачок. С пятью, знаешь, такими? Глазон надо. Не-не-не, я говорю, сделать такой сачок, на конце которого пять сеток. И вот просто, чтобы герои в этих сетках сидели, когда он их ловит. Вообще, друзья, хватайте концепт, идите рисовать. Верняк вообще. Можно быть стоит. Изи. Просто изи. Так, до Рошанчика у нас времени, мы видим, что в принципе немало и немного, да? То есть драка сейчас должна быть, либо она будет уже, когда Рошан появится. Только в том случае команды подерутся. Сейчас командам скорее нужно вот как-то от дефа сыграть, отпушить линии, расставить варды и получить какой-то вижен. Короче, УВГ план предельно простой. Гирокоптер пакует шесть слаков, слаков, сларков. Шесть слотов, да, и убивает всех. План Альянсов также предельно прост. Попытаться опять же провернуть свою уберкомбинацию, так как это было в начале. Правда, с БКБшками будет посложнее вносить дэмэдж, но суть от этого не меняется. Надо всеми залететь и поубивать. Ответный гемм от Альянс. И гемм приобретает себе гемм. Правда, он находится пока в стэше. Нужно его забрать. И Альянс подсобрались в Медле. Сейчас пятером, возможно, будет какой-то выход под Рошанчика. Да, нарочно пойдут. Чекают, чекают. Шеквелл зашел. Никого не видели, увидели, что Рошан здесь один стоит. Ну и это все должны были понимать. Сейчас Вич и Гейминг. Они это понимают, все прекрасно. И будут выходить через Мидл. Супер. Сайлор. Так. Ну и Фуай. Вот Рубик, конечно, с Даггером Форстафом теперь очень опасно. И теперь у Магнуса очень сложная задача. Да, Рубик теперь сможет своровать эту способность точно. Потому что там Магнус просто все не успеет сделать, как нужно. Да, да, да. Так это очень сложно, когда Рубик с Форстафом, ну с Даггером, во-первых. А во-вторых, еще и с Форстафом, если в случае чего там можно будет уйти максимально быстро. Это проблема пока. Так. С Шивой. Чекнули. Ну, увидели, да, что там никого нету. Так, ЕГМ там с бегом гемает. С гемом бегает. Чекает ворды. И Бэтрайдер также покупает себе БКБшечку. То есть раз, два, три Блокинг Бара уже есть. Тут восемь секунд. Тут уже мало должно быть. Да, тут всего пять секунд удумая. Ну и свеженькая совсем десяти секундная у Бэтрайдера. Опять же, вот жало макает Адмирал Бульдог. Но он типа танк. Ему можно, да. Он должен на себя сейчас стягивать людей для того, чтобы потом прыгнул Магнус. Все очень логично у Альянс. Бульдога пытаются убить там в пятером. Вот залетает ракетка. Там слетел только что Смоук с Шедоу Демона. Прожал пайпу. Вот нужно отойти. А вот наоборот под раз нужно теперь Альянсом. Ну Альянсом-то нужно. Я говорю как раз про ВГР. Ну а допрыгнул на Супер. А Супер могут забрать. Нет, как правда есть БКБ и уходит. Супер. И теперь Альянс отступает. У нас такие кошки-мышки. Поймали Сларка. Отличный подсейф от Шедоу Демона. Вот в этой ситуации действительно очень-очень круто получилось. Магнус также прожал БКБ, но все разбежались. Очень осторожно воюют на Соба коллектива. И просто все расходятся. А Магнус должен сейчас прыгать и ловить скорее всего Гира Коптера. Он прыгает и ловит троих. Реверс отличнейший. Украли реверс тоже. Рубик. Рубикар ответный реверс дал. Но тут пошел Чайник. Чайник нарезает. И в итоге минус двое у Альянсов. Также двое. У Вичи погибает. Сларка цепанули. Это минус три. Минус три от команды Вичи. Гейминг. Ты только посмотри. Ловит еще и Адмирала Бульдога. Ему там в спину залетает ракета. Значит он отсюда уже вряд ли сможет уйти. Сзади у нас Магнус. За Магнусом тоже погнали. Развернулись за Магнусом. Есть телепорт. Магнус это просто... Боже мой. А почему не пошли за Бульдогом? Почему? Погнали за двумя. ПО-ЧИ-МУ. Вот просто вот со всеми орфографическими ошибками. Ракета летела же в него. Да. В него летела ракета. Это стопудовый фраг. Ну, может быть просто побоялись, что он там сейчас квиллспреем своих зафыркает, но... Не знаю. Но остались те, кто должны его убивать все-таки. Квиллспреем боятся Бристалбека не догонять. Вот, собственно, только что нам показали. Это ребята из ВГ. Тогда можно вообще не драться. Так, причем, пойми, нету чайника у ВГ. Там гирокоптер чайник заменяет целиком и полностью. Вот весь тут дамаг, который залетает с Чейн Фроста. Прожал просто флаг Кенон и все. Да, такой же дамаг там был. Ну и Рубик, конечно, отыграл. Он успел воровать все-таки необходимый каст. И отличнейший сразу дал ульт по всем из Альянс. Да, ну и вот вам, собственно, гирокоптер. Который покупает себе сатаник, которого теперь убить будет еще сложнее. Так, у Рубика больше нету реверса. Он погиб. Нужно снова найти, украть что-то поинтереснее. Ну и Рошан здесь будет падать. Я-то все понимаю. Это Альянс, должны подтягивать сюда. Ротикей пошел на разведку. Даст Вижен. Есть Firefly, есть Напалм. Чекает Напалмом. Тут же Bristol. У Магнуса 5 секунд до РП. Ой, СФО ворвется. Блинк Даггер. Вытянул. Вытянул Дума. Дум БКБ. Дум БКБшечка. Битрайдер у нас киет Магнуса. Магнуса нужно убивать. Есть Дум на Магнуса. Магнус теперь без РП, но проблемы серьезные у Супера. Залетает гирокоптер и начинает наваливать. Ты посмотри, какой чудовищный урон. ЕГМ там просто вешается. Да, минус ЕГМ. Адмирал Бульдог тоже проседает. Минус Бульдог. И Вичи Гимминг побеждают в замесе на Рошане. Байбеки пошли. Нужно будет снова драться на Рошане. Да, теперь смотри. У Битрайдера нету лассо. У Магнуса ульт остался. Магнус все еще в деле. Магнус пока тут уводит крипов. Нужно как-то теперь ребятам из ВГ уйти. Не то чтобы уйти. Нужно очень осторожно держаться. Потому что Рошана они могут еще попытаться не отдать. Там сейчас Битрайдер взлетает. Да, 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 да. Вот все, пошли. Пошли на пол. Мы напали на гирокоптера. У гирокоптера нету БКБ, но у него по-прежнему есть Сатаник. Прыгает Сларк. Под сейв. Шаду у демона. О, да, 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 да. И шаду у демона зацепили. И Лоду тоже цепляет. Он там че-нибудь Фрост начинает налетать. Рубик, Рубик. Живи, Рубик. Живая забрать. Даггеры. Все, на КД не уйдет здесь. И Лода. Лода. Тычка от Битрайдера. И по-прежнему продолжает жить. Ты посмотри, как он выживает. Там у нас за кем? Там у нас опять за Бульдогом. И вот так. Дубль-2. Ракетка и Адмирал Бульдог. Бульдог и Ракетка. Сейчас она такая... Здесь заберут. Здесь Ротикей. Есть Ротикей. Блин, канулся. Есть Лассо. Если что, будут не тратить. Не тратят. Есть стан. И забирают. Наконец-то. Сайлэр забирает себе фраг. Лоду. Лоду снова увидели. Да, Даггер. 4 секунды. Поймать Лоду тут сложно. Как ни крути. Все-таки товарищ весьма юркий. А у Ротикей, кстати, Лассо откатилось. И посмотри. Драка за ВГ. Там Альянсы в этой игре уже столько сделали байбеков, что просто мрак. У них у Shadow Demons только что был байбек. И у Бристолбека был байбек. Снова Рубик отыграл все-таки. Снова успел тратить реверс. Снова его дал. Снова Рубик с этим реверсом. И, естественно, Рубик был пикнут после Магнуса. Вот он тот момент, когда вот этот товарищ сейчас продолжает решать. У него там Даггер 4став. Он чрезвычайно мобильный. Он может вообще находиться там в двух экранах. Прежде чем украдет эту способность. Ну вот тут заслуга, конечно, Рубика в каждой драке большая. И если бы не Рубик, то вот так бы драки все не заканчивались. Да, есть Геррокоптер. Но Геррокоптер пока не хватает той мощи. Геррокоптеру, да. Ему нужно время, да, чтобы нарезать. То есть пока что у него такой ДПС, что ему необходимо немного времени. И Рубик дает ему это время. Он зафиксировал 2-3 пацана. Говорит, давай, Герричу. Пару секунд выиграл. Этого, этого и этого. И, собственно, там идет. Пью-пью-пью. ВХД 2. От Вичи. Геррокоптер забирает себе крипов. Ротикей на ХГ. Полетел. Да, как там дела у Альянс? У Альянс все очень-очень кисло. Нас тут обвиняют в том, что мы топим за Китай. Друзья, я не топлю за Китаем. Мне нравится то, что они делают больше, чем то, что делают Альянс. Я немного зол на Альянс за их с Ларкой и Шадоу Демона, вот, чтобы вы понимали. Очень своеобразный пик. Да, вот реально пик очень ситуативный. И данная ситуация не для этого пика, как по мне. Но если Альянс могут вытащить подобную катку, то, я не знаю, можно смело ехать на Инт и зарабатывать миллион долларов за четвертое место. Может быть. Ну, у Геррокоптера-то смотри. 4500. У него есть Аегис. И... Может быть стоит? Купить тот самый Айт. Который рапирушки... Который даст много урона, идти побеждать, заканчивать игру. Нет, тут на самом деле все можно сделать более стабильно. Это банальный Баттерфляй. И у Сларка там что по деньгам? У Сларка 3200. В принципе, Сларк может себе быстро собрать манки Кингбар. И он, скорее всего, именно на этот артефакт откладывает. Ну, вот, по графикам уже почти десятка ребят из Вич и Гейминг впереди. Причем, обратите внимание, они на протяжении всего матча были впереди. Там больше или меньше. Но вот сейчас действительно начинают уходить в отрыв потихоньку. Да, они всегда лидировали, но теперь по опыту они... А по опыту проигрывали, да. Проигрывали и выше теперь больше, чем в ноль. То есть они начали уже сами потихоньку зарабатывать больше опыта, чем Alliance. Так, Кирокопер все-таки покупает себе бабочку. Ну и закупились. А вот теперь... Да, теперь у него намного выше атак спид, намного выше... Ну, в принципе, да, показатель ДПС как таковой. И сложно-сложно его самого тут убить. Бэтрайдер ныряет на Бристалбека и... Шаду Демон! Как же так? Не успевает. Тоже не очень точный. Забирают Шаду Демона. Просто Флаккян его уничтожил моментально. И это минус два. Байбеки... Байбеков не будет. И втроем Alliance должны дефить. Да, есть реверс, есть чайник, но там пятеро. И это Гирокоптер с Аегис. В принципе, тут ребята без БКБ имеют у Гирокоптера. Но у Гирокоптера есть Аегис. Поэтому ему, в принципе, плевать. Трогает на Магнуса. Магнус прожимает БКБ и понимает, что он уже все свое здесь отжил. И начинает... Ребята... Начинает, ребята, сгибает. Все, там супер. Осталось кинуть просто свой Doom на Магнуса. Магнус рассыпается. А даже Магнус не пытается зайти. Шансов вообще нету. Ну и вот, Сларк покупает БКБ. Хотя под Doom абсолютно бесполезный аркфакт. Смотри, увезли Doom. Да, Doom тут увезли. Хорошо, Doom допустим. Живет Doom. И выживает все-таки Лода на развороте по Сайлору. Лода уассассирует. Лода успевает скинуть даркфактам себя в Асо. Но что ты будешь делать этому Гирокоптеру? Посмотри, у него там 300 дамаги, даже больше. У него есть Сатаник. У него есть Сатаник, да. И вот он, пока что флэка у него нету. Не особо лютый воин, но он и без флэка успевает добить бараки и уехать на Форестаффе из этого боя. И при этом Аегис он не потерял. Аегис по-прежнему при нем. Да. Гирокоптер убегает. Ротикей, 26 секунд, драться не стоит. Магнус, реверса нету. Пытался увезти кого-либо. Ну и пошла драка, в которой Гирокоптер просто пытается раздавать всем подряд. Рубик, блинкаут. Кульдога будете забирать. Тут смотри, сейчас С4 горит. Горит просто у С4 сейчас его шерсть. И у Ротикей есть даггер. Продолжает, да, поджигать. Прожимает БКБшечку у нас Магнус. Так, и... Ой-ой-ой, что творит Рубик? Зачем же он пошел? Есть телекинез, если что. Рубик. Телекинез кинул. Рубик откидывает. Да, здесь есть Лода. Да, у Рубика есть Гвозд, но он его не прожимает, потому что Лода ему так бы там пробил, да, Мангей. Так вот, МИД потеряли Аллайонс. Но пока только МИД. МИД это не так страшно. Более страшно то, что они сейчас проигрывают уже серьезную сумму денег. Это 14 тысяч золота. Но в этом есть тоже и плюсы. Плюсы какие? Плюсы в том, что гирокоптер набрал свои 6 золотов. Сильнее он уже не будет. Так что... И что, минус Аегис все-таки? Не, ну минус Аегис окей, но я вообще веду к тому, что в принципе намного сильнее этот гирокоптер уже не станет. Максимум, что он сейчас сделает, скорее всего, это обновить себе БКБ. Вот БКБ новенькая тут бы не помешала. Да, БКБ не помешала. БКБ тревела, вот. Но опять же, это артефакты, которые не слишком много меняют, да. Ну, будет он летать там вместо тпшки на тревелах, да. Ну, чуть быстрее будет. А я к тому, что в драке 5 на 5, вот лицом к лицу, как в последние несколько игровых моментов происходило, эти артефакты не дают серьезной доминации. У Магнуса 3 800. И будет ли это рефрешер? И насколько быстро он будет? Ну, пока отдали возможность Альянсам пофармить. Правда, здесь и Лода, и Сфо пытаются всей командой фармить крипов, и Лиса. А вот Вичи Гейминг идут понизу. И попытаются забрать еще одну линию. Пока есть Аегис, правда, мы видим, что всего лишь 25 секунд остаются. Но они за 25 секунд совершенно спокойно забирают Т2, хотя, я думаю, и без Аегиса они бы это сделали. И что там? Юл, Линкен Сфера появляется у Бристалбека. Вот, Линка круче БКБ в этом плане, потому что Дум, как мы видим, хейтит вообще всех по-черному. Во-первых, Линку можно и на того же Сларкевича кинуть, как, собственно говоря, и делают ребята из Альянс. И теперь Сларк в относительной неуязвимости. У него есть Линкен Сфера, у него есть БКБ. Кроме Дума, эту фигню что? А эту фигню может Рубик пробить, но Рубик будет воровать РПшечку. У Рубика есть болт, которым он будет сбивать, по идее, Линку. Но если в БКБ, то он не будет сбивать. Ну, если в БКБ, да, то... Там сколько БКБ сейчас работает? БКБ 9 секунд, поэтому да, поэтому вряд ли получится у Рубика сбить. Ну, посмотрим. Мы видели, что БКБ прожимали пораньше, намного до драки. Альянс боялись. Может быть еще. Ну, вот ТПшечка у Гирокоптера в инвентаре появляется. 5100 у Сайлора. Купить ревела, тряпка. Для БКБ обновить, да? Ну, или БКБ обновить. Ну, БКБ просто... Накопить решил. Да, просто если он сейчас купит себе БКБ, у него не будет бабулесов вообще ни на что. Я имею в виду на байбеке и на прочие вещи. Тут сейчас ВГ будут все делать размеренно. Они дождутся Рошанчика. Тут всего минута с копеечками осталось до... Хотя до Рошана там побольше, да, вот где-то тут он будет появляться, насколько я вижу. Так вот, если получится какого-нибудь отбившегося от стада типа поймать, они поймают и убьют. Не получится, ну и черт с ним. И вот он Сларк. Даггер, БКБ, Скади, Мидос. Ну, не самый лыжак, учитывая сколько времени у него есть этот Скади, сколько времени Даггер и когда появился Даггер. Незачем, правда, он появился. Непонятно вот. Да, он появился за тем, чтобы убивать людей на ранней стадии. Но тут убивать людей у него так просто не получилось. Потому что ВГ, как мы говорили, врубили команду 5 и перемещались только группами, против которых Сларк не силен. Ротикей полетел наверх. И вот пытаются две линии сразу же сплитом подпушить Вичи. До этого по низу прошли, забрали Тавер. Ну и теперь поверху у нас Сайлор с ДДшечка. Тут крипы расступаются очень быстро. А вот остальная команда сейчас пытается что-то сотворить в Мидле. Либо подтянуться через воду. Нет, все собираются возле Секрет Шопа. Да, тут, скорее всего, подозревают, что кто-то может быть на Эншентах. На Эншентах никого не находят сейчас в ЭГЭ. И очень четко только что С4 показал, где находится враг. Просто по всем попал. Главное, чтобы он сейчас после того, как по всем попал, не попал, в смысле вообще... Да-да-да, и моментальные пинги пошли от Вичи Гейминг. Сларк Башер приобрел наконец-то. Ну хоть что-то толковое, правда, теперь с баттерфляем Башер... Ну, бред вообще. Не знаю, если пропрет, как-то люто пропрет Сларка, и он сможет кого-то там попасть. Если успеть наворовать много статов, то, может быть, все будет хорошо. В теории, да. Но вот, например, смотри, Лишрак как раз против ворования статов покупает себе Гост. И его мало волнует то, что там много магического прокаста. Он знает, что находится он в основном где-то в сторонке. И есть такой же рубль. Следовательно, да. То есть, если Сларк на него прыгнет, ну, внесет Сларк там свои 600-700 урона. Но в теории Лишрак должен жить, и под Гостом жить он должен еще чуть дольше. Ну, всякие форстафы есть, есть Юл. И это все, конечно, будет работать только на пользу того, в кого будет летать Сларк. Да, ну вот. Смоук от Alliance. Что там по деньгам? Давайте еще раз посмотрим под конец игры. Почти 14 тысяч денег преимущества у Вичи Гейминг. По опыту 0. Просто 0. Здоровенный круглый 0. Возможно, один из последних выходов Alliance. Из последних возможных, которые позволят команде сделать камбэк. Да, позволит сделать камбэк хорошая РПшечка и Сларк под Эмпауэром. У Сларка, ну, Сларка под Эмпауэром 250 урона. Нет, ничего не получится. Пошли дальше. Бульдог. Все, тут Финрира находит. Ротикей. Финриер отлично уворачивается. Дум прожимает боковышечку. Кидает Дум, кстати, на ЕГЭма. Не слишком хороший вариант. Магнус прыгает. Отлично. Рубик ворует РП. И Рубик! Отличный реверс. Отжичай их. Нужно было бы сворвать. Макадешечка пошла. И Гирокоптер продолжает драться. Гем выпал. Цепанули Сларка. Сларк под Думом. Сларка уберут. Сларк умер. Дум с репрешером, если еще. Я вот упустил этот момент. А вот Гирокоптеру пофиг. У него стабильный урон. Он стоит в драке и бьет. Ему не нужно тратить маны. У него нет кулдаунов. Он просто разбивает лица. И Сайлар уже бьен. Гадлайк. 13-1-8. Я думаю, что после такого реально можно писать ГГ. Просто мы этого керри Сларка на квалификациях обсосали с ног до головы. В плане вообще то, как им нужно играть. И в каких ситуациях он нужен. Сторон все видели тем более. Как должен играть. Причем все это реально видели. То, что однажды Блэк затащил у Морфа каточку 115-минутную. Это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что Морф не очень. А не о том, что Блэк был слишком силен. Да. Все-таки Сларк фармящий это не то. Есть Аегис. Забрали также сыр. Фенрир завирает сыр. Продаватель порт. И что дальше сделают Вичи Гейминг? У Вичи... Ну, в принципе, у Герокоптера все есть. Да, там ДКБ можно, в принципе, обновить до драки. У Фенрира есть сыр. Есть Аегис. У Супера, по идее, будет два ультимейта очень скоро. Но до этого скоро можно пойти и забрать линию. Потому что все эти драки они выигрывают. Правда, у Тротикей сейчас далеко. Евай. Так, ну и вот куча крипов по нижней линии подходит. Сейчас две тележки. Герокоптер также подъезжает. Сейчас должен, в теории, он быстро сносить крипов. Тринжевых крипов очень много. Да. Сайлар такой подлетел по тысяче. Ну, это... Это заявочка на успех. Учитывая ХП Шадоу Демона, учитывая ХП Лича, там две тычки и все. Там даже минус вся команда, может быть. Ну и вот эти две тележки подъезжают. Их уже, по сути, не отпушить. Герокоптер. Тавер. Тавер, да. Стремительно под фрост армором пасть в Тавер. Немного Думу неприятно от того, что там фрост армор на вышечке висит. Здесь же все-таки еще и Шива есть, Меха на всякий случай. Вот Дум должен танковать, а не герокоптер. На самом деле, я не знаю, что там Дум очкует. Может, не привык, потому что у него Аэгис есть. Ракетка. Ракетка по Бристаллу полетела. Сларк с линкой. Разобьют ракетку здесь. Да, Сларк с линкой. 20 голдишечки. Фиданули. Подкормили, подкормили. Так, ну и что у нас здесь по КД? 8 секунд рефрешра у Дума, Роти Кей. Все-все, у всех есть. Правда, у Лишрака не вкачан до сих пор ультимейт. Да, он ему не нужен. Ему нужны статы, потому что его разбивают сугубо за прокаст, либо же с руки. То есть он особо не живет. Его задача там пару молний дать, диаболики прожать и стан удачно под Рубика всадить. Даже больше стан должен. Очень нужен контроль. Ну и вот он за ход. Фенрир супер. Пойдут вместе сейчас со всей командой пушить. Осторожно, так подлетает гирокоптер. И в мигре, тем более, крипы подошли. Иначе куда-то один из Линка. Линку сбили. Линки больше не будет. Магнус промахивается. Акела промахнулся. С4 под Думом. Это минус вторая линия. Без ульта Магнуса драться нет смысла. Еще есть возможность. Пошла Шива. Казарма рассыпалась очень быстро. Роти Кей выцепил Гульдога. Здесь очень нужен Магнус. Магнус сможет сейчас зайти. Ультимейт закончился. Дум закончился. И Магнус с Магнуса только-только слетел Дум. Да. И Магнус далеке. Даггер ему также сбивал Дум своей землей. Мы видим, что это уже два фрага. Пошел байбек у нас от Бристалбека. Тут летает, летает гирокоптер. Гоняется за Адмирал Бульдогом. Команда Вичи Гейминг сейчас. Ну и вроде как спугнули. Да. Думу сбивает Айгис. Вот так нужно идти защищать Дума. Можно расходить. Они просто намного сильнее. А, или линию снесли. Да, линию снесли. Лол, лол, лол. Тогда можно убегать. Тогда нафиг вообще этого Дума. И нужно просто улетать. Хорошая бочка от Бэтрайдера. Продолжает он тут поливать. И все, все разбежались. Правда, Рубик не разбежался. Да, Рубика ничего. Можно забыть о нем. Он все хорошо исполнил. Он дал и чайник. Он и телекинез успел дать в драке. Все, окей. Рассказ дал. Кэрри выжил. Линию сломали. Задачи справились, собственно. Да, вот теперь уже действительно наступает тот момент, когда Сайлору нужно обновлять БКБ. Потому что мы видели. Он вроде как такой серьезный лютый воин. Пришел воевать. А БКБ закончилось. И он сдулся. Ну что ж. Пойдет, сейчас он подформит на топе. И травела. Обязательно нужны травела. Сейчас придется летать, скорее всего. Может, рапирку все-таки. Смотри, как четко Сайлор читает игровой момент. Он понимает, что на топе много денег. И понимает, что понимают это альянсы. И нельзя подставляться. Да, не идет дефать. Абисал появляется у Сларка. Сларк мощный. Уже мощный. У него уже много урона. Абисал как-никак там соточку додобавляет. Если до этого у него было там 250 дамаги, то сейчас у него под Эмпауэром почти 400. Да не почти, а 400 урона. Ну и вот выход от Альянс. Попытка везде что-то решить. Глиф. Ну, Гринкаус наружу. Сларка будет. Расходится Альянс. Не пошло здесь. Не смогли зайти, тем более уже все возродились. Просто сейчас, да, такая ситуация, когда драка в меньшинстве практически означает поражение в игре. Минус линка. Вроде кейн, а греет. Мог подставиться. Могли вытаскивать. Там две линки. Там две линки. Одна у Магнуса, одна у Бристлбека. И обе висят на лоде. Ты понял? Все на лоду дают. Ты понял? Ворвался лода. Абисал. Супербашер. И Сайлора. Сайлор. Тут же подхил есть. Сатаник, кстати, не прожимал еще Сайлор. Просто разбегается команда Альянс. Но там поймали лоду, лоду поймали. Хорошо. Реверс. Реверс. Рубик. Рубик не украл реверс. Рубик вообще ничего не украл. Лол. И посмотри, сейчас могут, могут, а ничего не могут. Потому что слишком много дамаги у Геррокоптера от Сатаника. Он отожрался, отожрался. И теперь, теперь Альянс разбегаются в панике. Минус три. Минус три. Альянс. Ракетка полетела в погоню за Бульдогом. И вот Адмирал Бульдога. А Бульдога заберут. Только он на хосте. Смотри, бежит, бежит, бежит. Линку сбили. А он на хосте. На палм. Он на хосте, смотри. Он может бежать, конечно, долго. Лавирует. Верхний-то лайн пропушится. Тюк-тюк-тюк. Опа. Магмус байбекмусом. Конечно, Рубик вот не успел ни способа рвать. Он, видимо, в иллюзию нажал. Я не знаю, да. Он куда-то в сторону, походу, нажал. Либо, может, в линку попал. Я не заметил. Либо линка, либо иллюзия. Да, что-то такое. Он прожал. Просто он-то прожал. Была видна анимация. Но способность к нему не прилетела в руки. И вот здесь вот небольшая ошибочка от Финрира. Будет ли стан? Стан есть, но замедление и слишком много соперников здесь. Небольшая ошибочка, это если ты после Нового года в чужую квартиру пришел. А вот тут сейчас Финрира отдается не в самой лучшей ситуации. Да. Но, конечно, Герыч решает подобные вопросы. Криты уже более тысячи дэмэджа. 7700 у Геррокоптера. Нужно приобретать себе айтемы. Заходите. Ритонбэк. Достаточно. Демонстративно линк инсферирует. Линку сбили. Еул. Ну, а дальше Еул. Батрайдер ловит. Батрайдер хорошо. Бульдога украли. 11 секунд до реверса. Да, Магнус проезжает. Никому ничего сделать не может. Это минус 1. И без Бристолбэка сейчас будут воевать ребята из Альанс. Причем по ботаму заходят крипы. Они сносят рейнджовый барак. По мидлу тоже зашли крипы. Крипы. Минус барак. Осталась одна линия. Тут до 4 горят. Понимаешь? Минус 1, ты 4. И минус 2, ты 4. Минус 2, да. Потому что внизу тут уже очень много крипов. Да, это проблемы у трона. Должны наступать обратная лайнс. Пошла драка. Напали на Дума. Магнус здесь. Супер по БКБ. Ага. Лода пытается драться. Ротик Кей очень долго живет. И здесь Магнус. Есть у него реверс. Магнус. Сайлор стекляшечка не хочет драться. Есть вот очень поздно кину реверс. И тут же Сайлор под БКБ нарезает. Это минус Магнус. Есть байбэка. Ну и тут трон горит. Гуд гейм. Альянс проигрывают на первой пока карте. Ну и тут был проигран именно пик. Вот. Я это говорил во время игры. Во время пиков. Во время игры. В середине игры. И в конце игры. Просто проигран пик. Сларк не тащит. И Shadow Demon бесполезная хрень. First pick его взяли. И реализация, как по мне, нулевая для First pick. Ну вот. Ты видел вообще в драках, что мы говорили. О, Shadow Demon что-то сделал.